всем привет дорогие друзья итак сегодня обзор покупок из магазина маяк это аналог светофоры близкий родственник скажем так были в заводском районе вот хочу сказать что на зарубе на маяк мне нравится больше потому что там имеются полный набор кошачьего корма именно в том варианте который нас устраивает в заводском районе не было я пи два с половиной килограмма 219 рублей фриски с пурина для собак 2 килограмма 242 рубля 300 граммов для кошек стерилизованных стоит 65 рублей а двойная вкуснятина полтора килограммовая упаковка стоит дай бог памяти 324 рубля это точно в общем-то для кошек собак набрали корма практически на 5000 рублей светофор последнее время в этом плане нас не устраивает как не приедешь нет нужного кошачьего корма очень жалко очень жалко что очень масштабная закупка была у нас в маяке оторвались по полной как говорится что понравилось очень понравилось такое вот интересное ведро стул называется 201 рубль стоит расцветки были разные достаточно такой вот высокая красивая рифленая муж ходил выбирал горшок для лимона который в теплице у нас сейчас еще сидит его пересадить надо горшков не было зато вот он говорит давай для лимона возьмем его нет возьмем для меня розовое классно такое интересное ведро правда еще не знаю для чего я буду использовать ну просто классное ведро желтенько было фиолетовое то есть разные расцветки можно было выбрать такой вот она вытянутая ну супер вообще очень понравилось вот для лимона говорю я найду тебе горшок так что еще был в маяке интересное да все там было интересно 8 рублей 90 копеек баночки для анализа взяла пять штук зашли в холодильник там взяла indy light сосиски сто процентов мясо индейки 149 эти сосиски имеют постоянную цену 149 рублей еще вкусные мне понравились здесь 450 граммов брали производитель владимирский стандарт тоже хорошие сосиски баварский влад продукт 99 рублей 90 копеек тоже хорошие классные вкусные сосиски 350 граммов в этой упаковке то есть получается за килограмм ну нормально там была рекламная акция с пробниками вот такой вот колбасы хуторок выгодный вкус на колбаса сыр копченая купеческая значит стоила она 292 рубля 90 копеек за килограмм здесь палочка на 80 рублей вот уже попробовали вот так то она на срезе выглядит моим мальчишкам понравилось сказали что классная вкусная а мне на вкус если честно не очень в маяке в отличие от светофора очень хороший выбор сливочного масла и цены достаточно приемлемые хотя мы после маяка поехали по другим магазинам я хочу сказать что в принципе на масло цены но везде одинаковые но вот за 99 рублей 90 копеек вот такое вот масло красава фермерская сливочная крестьянская 72 с половиной процента жирности 180 грамм взяла две пачечки хочу сказать что были еще другие варианты по цене 82 рубля там 95 рублей что-то вот такое были цены какие-то и 52 рубля я но это уж наверно сто процентов спред какой-нибудь так далее что еще понравилось уже указ и увидела вот такие вот новогодние игрушки маленькие именно мне маленькие нужны я фикс прайсе купила две елочки небольшие хочу их украсить вот такими маленькими игрушечками у меня нет вот эти три штучки стоит 30 рублей нельзя сказать что прям дешево как-то ну вот я взяла в таком серебристом варианте в красном если в синим были я лучше в синим взяла ну вот так вот я по три каждого набора взяла хочется сказать что мы на самом деле очень много чего набрали там появился новые товары очень интересный по доступным ценам и так вы видите ну как всегда наши любимые покупка это бумажное полотенце ово два слоя 2 рулона 62 рубля 80 копеек стоит взяли аж три набора быстро заканчивается у нас впереди много работы дальше чай гринфилд вот смотрите вот такой набор стоит 214 рублей а вот такой набор 200 английский значит черный чай и тоже черный чай только вот тут english edition magic я нам какой-то ну вот так такой чай берем впервые я одну пачку взяла муж несет мне вторую говорит я на работу себе возьму ну и ради бога конечно же в магазине маяк продаются консервы марки доброфлот значит взяла горбушу впереди новый год там салаты какие-то делать так ли съедим взяла печень минтая а саша принес еще и скумбрия скумбрия 89 печень и икра минтая 124 горбуша 139 ну чё тут горбуша мне кажется не очень дешевый но не знаю как других магазинах практически 53 рубля дяди вани фасоль красная натуральная тоже для каких-нибудь салатиков 35 рублей чили сладкий мужу очень понравился и старшему сыну едят с удовольствием на все намазывают говорят классный вкус 31 рубль хлебцы фит старт вегетарианский 28 килокалорий прованские травы в этом плане в маяке тоже достаточно много интересного товара можно разгуляться и для ппшников подобрать для себя какие-то интересные вкусные хлебцы и по таким очень даже приемлемым ценам 49 90 яшкина пряники в сахарной глазури воздушные 20 рублей для вани вот такой вот нектар angry birds 37 рублей средства женской гигиены хочу сказать что в маяке выбор товара и вообще наименование вот гораздо в разы шире чем светофоре и особенно вот средства женской гигиены огромное количество вот такой вариант libres 89 рублей стоит но здесь 18 штук и еще разных наименований было огромное множество и цены были и вообще прям совершенно минимальные то есть когда как бы по кошельку можно себе набрать меня заканчивается средство для мытья пола мистер пропор я брала обычно для мытья пола против запахов животных но в маяке такого не было зато мощь и жидкость для по полов и стен лимон такой взяла сто шестьдесят четыре рубля без смывания дерматологически протестировано мне очень нравится мыть полы с подобными средствами удаляет хорошо грязь нейтрализуют запахи прям милое дело в крышечку наливаю вот где-то половина крышечки и на ведро воды муж обнаружил там мышь беспроводную выбрал сколько она стоит я не помню посмотрим в чеке так мышь стоит 214 рублей 90 копеек светодиодная лампа промышленного назначения сколько стоит лампочки тоже не помню так светодиодная лампа экономка 30 ватт 183 рубля 90 копеек все на этом все хочу сказать что потратили мы много мы были в двух маяках в первом потратили 4 564 рубля а во втором 2 2 700 то есть в итоге практически 7400 рублей мы потратили из них из них тысяч 5 мы потратили именно на кошек вот так вот ну куда деваться завели нам теперь кормить ну как не только на кошечка но и на собака еще в том числе лисе у нас подросла я ее кормлю сухим кормом один раз в день ставлю ей миску во второй раз на ночь кашу с мясом ну так вот нравится хрустит с сухариками дорогие друзья на это все а ну еще хочется отметить что конечно появился новогодний товар в том числе в маяке украшения всевозможные но кстати новогодних подарков я не видела и даже если увижу брать уже не стану вывода я сделала не надо их брать достаточно низкого качества лучше самим собирать дорогие друзья на этом все ставьте лайки пишите комментарии всем пока пока до новых встреч